МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, не устраивает. Воздух у нас грязный, потому что заводы везде у нас выбросы бывают. Это для здоровья очень опасно. Конечно, нет. Мы все лето живем на даче, и когда приходится куда-то за продуктами сюда приехать, ну, просто дышать нечем. Болеем постоянно? Дети болеют. Чем болеют? Ну, как горло постоянно болит. Качество? Нет, не устраивает. Дышать нечем, дети болеют, мы болеем. Глотать больно, горло, сопли. Постоянно на прием к врачу приходишь, все забито битком, дети сидят, взрослые сидят, старики болеют. Не знаю, тяжело. Как часто вот такие всплески происходят? Мне кажется, постоянно. Ну, сегодня хорошо. А так бывает, что сразу это чувствую. Здесь тяжело дышать. Постоянно проблемы начинаются, респираторные именно. Горло болит, нос заложен. Как часто это дышит? Ну, раз в неделю, раз в месяц, ну, так стабильно. Вот сейчас тоже выбросы были недавно. До сих пор мучаюсь. Когда газонет, газонет, тогда уже трудно дышать. Насморк начинается. Вообще так. Когда нет ветра, то чувствуется загазованность. Сегодня как? Сегодня нормально. Дышать можно? Можно вполне. Нет. Почему нет? Потому что я болею. Чем болею? Ну, гриппую. Что еще? Горло болит всегда. Это все связано? Наверное, да. Устраивает, устраивает. Все говорят, грязно там. Не, не грязно, нормально у нас в городе. Не болеете, не кашляете, не чихаете? Нет, нет, нормально. Только сегодня приехали из Алматы. По сравнению с Алматы здесь очень хороший воздух. Сейчас вот прогуливаемся. Сократить выбросы. Хотя бы предупреждали, что будет выбросы. Чтобы люди в масках ходили, например, в тот день. А то не говорят же ничего. Нам приезжают, следят за этим вроде бы как. Говорят, что у нас норма, что у нас все нормально, что у нас шашлычники нас травят. Печки, машины. Только так. Поэтому, видать, болеем и от шашлыков, от машин. Ну, во-первых, развивать сельское хозяйство. Вот такие эти. Немножко диверсифицироваться, да? Да, да. Я слышала, что фильтры надо ставить. Но опять я слышала и другое мнение, что от них никакого толка не будет. Даже и не знаю, что делать. Вообще, честно говоря, это не дело, когда металлургические заводы находятся в центре города. Ну, не в центре, а в черте города. Это неправильно. В принципе, неправильно. Нужно переносить как? Ну, переносить это трудозатратно, это маловероятно. Вынести за черту города, это не совсем реально, потому что огромные затраты для этого нужны. Ну, а другие вариантов я не знаю, просто не вижу. Нужно выбросы в атмосферу уменьшить, по моему мнению. От предприятий? От предприятий в основном, да. От машин смотреть за тем, чтобы вот... Сейчас же удаляют катализаторы, имею в виду. И из-за этого более загрязняется воздух, я так считаю. Центр экологической безопасности, что-то такое. Вот, по-моему, они должны следить. Как вы оцениваете их работу? На троечку с минусом. Ну, наверное, у нас же есть какие-то предприятия. Министерство экологии, оно вообще не работает, получается. Ну, во всяком случае, везде в СМИ пишут, что у нас не такой уж грязный город по сравнению с другими. Ну, не знаю. Ну, просто, наверное, потому что у нас город как бы в ямке, и нымо очень часто. Мы же раньше как бы так не реагировали, а сейчас, когда ветер дует, мы радуемся. Правительство, конечно. А простые люди, они ничего не решают. Плохо следят, получается? Ну, конечно. Плохо следят. Детей жалко просто. Ну, во-первых, власти должны следить за теми предприятиями, где нарушаются. И сами предприятия, и сами люди. Есть же специальные люди, которые обучаются на этом. Есть специальные профессии. Безопасность экологии, по-моему, жизнедеятельности. Такие люди должны работать, ну, вот, на производствах, в Акимате тоже такие люди должны сидеть, отслеживать все это, как я считаю. Сколько они внимания? Ну, мне кажется, мало, мало совсем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok